Добрый день, уважаемые преподаватели. Очень рад сегодняшней нашей встрече. Вы знаете, переступал университетский порог с определенным чувством волнения, потому что последний раз был в стенах родного учебного заведения 26 лет назад. Конечно же, за это время очень многое изменилось, но я считаю неизменным остался дух творчества, науки, желание сеять разумное, доброе и вечное. С первых фраз Анатолия Маркевича было понятно – диалог получится достаточно открытым и откровенным. Пушкинский университет – альма-матер помощника президента. С этим учебным заведением у него связано большое количество приятных и важных воспоминаний, которые помогли сформироваться как личности и сегодня занимать достаточно высокий пост. В своей речи Анатолий Маркевич в первую очередь обратил внимание на значение образования в жизни человека и как много определяет грамотная кадровая политика – в школах, в университетах, в органах государственной власти. Я хочу сказать, что в Брестской области данному направлению уделяется самое серьезное и пристальное внимание. Кадры назначаются на должности по принципу умения решать проблемы, по принципу прохождения профессионального пути. И благодаря данному аспекту и многим другим факторам сегодня Брестская область является лидером по очень многим позициям. И это радует. Более часа продолжалась дискуссия, в рамках которой Анатолий Маркевич отвечал на вопросы, спрашивал у студентов их мнения в отношении отдельных социальных явлений. Диалог получился достаточно многоплановым и, что немаловажно, открытым. Пусть свободного времени в насыщенном графике помощника президента не так много, общение со студентами – особый пункт. Мы всегда сверяем свой курс с молодежью. Ведь молодежь всегда так было, так и есть, передовая часть общества. Потому что время не стоит на месте, время диктует новые условия. И мы прекрасно понимаем, насколько молодежь адаптирована к современным условиям, настолько можно рассчитывать и на положительный результат. Мы должны вести разговор с молодыми людьми, мы должны общаться на понятном для их языке, для нас языке, вырабатывать общее направление, вырабатывать общую стратегию движения в развитии нашего общества. Это очень важно. И я считаю, что на молодежь возлагается очень важная и серьезная функция. Подобные открытые диалоги будут проходить и дальше в ВУЗе. Общение в формате нон-стоп интересно и молодежи, и педагогам Пушкинского университета, имея перед глазами опыт успешного человека, который, получив высшее образование, смог реализовать серьезные проекты, у юношей и девушек появится больше желания трудиться и развиваться.